За ЗОЖ, за инфраструктуру, за индивидуальную мобильность. Кажется, такие цели преследует новая велополоса в Ульяновске, которая протянулась от Обелиска до Центрального банка. Таким образом, федеральные тренды докатились до Ульяновска. Но довольны ли ими все участники дорожного движения? Все развитые города мира уже давно строят развитую сеть велополос. Ульяновск сделал какой-то шаг, минимальный, но, может быть, это придет к чему-то большему. Очень надеюсь. Я думаю, что это удобно будет для тех, кто передвигается на велосипедах и особенно еще для тех, кто на вот этих вот электрических самокатах, потому что они мешают на тротуарах, на дороге они тоже не могут, как участники движения, безопасно двигаться. Поэтому затея хорошая, мне нравится. Неудобно. Почему? Потому что машина никак не припаркуется. То есть даже вот это расстояние раньше было удобнее? Раньше было лучше, да. И как думаете, какое решение? Убрать, сделать как раньше. На велосипеде я не катаюсь, автомобиль есть, но как бы парковаться, наверное, неудобно, скорее всего, из-за этой разметки. Но в принципе... Здесь парковались уже? Был опыт? Здесь я вот еще, кстати, ни разу не парковалась. И вот с ума еще. Я только что, кстати, вот сейчас иду и только увидела, да. Ну как бы я думаю, что большинство против этого, да, то, что это неудобно. Ну вот спрашиваем, собираем мнение. Ну как бы мое мнение, ну раз сделали, уж не стирать же, будет. Новая велополоса в областном центре – это пилотный проект по оптимизации уличной дорожной сети. Поэтому пока все в режиме присмотреться, привыкнуть, протестировать. Александр Мишин – велосипедист со стажем. Уже успел обколесить центр по новому участку дороги. В целом велодорожка очень хорошая, качественная. Она отвечает всем нашим стандартам велосипедистов, то есть требуем. Там есть шероховатости, например, на одном из участков. Есть, как же, ливневка повдоль. То есть мое колесо туда прям полностью пролезает, например. Но это такая мелочь, которая поправится со временем в любом случае. По мнению Александра, главное преимущество новой разметки – безопасность для велосипедистов и их обособленность от других участников дорожного движения. Ведь, согласно ПДД, после 14 лет на велосипеде двигаться по тротуарам запрещено. Приходится выезжать на проезжую часть или ездить по обочине. Самая большая проблема этой велодорожки – это то, что у нее нет встречного движения. То есть эта велодорожка ведет в одну сторону. Соответственно, не хватает встречной полосы здесь, даже по бульвару Пластово или по Гончарова. И из-за этого велосипедисты, которые плохо осведомлены о правилах дорожного движения или не видели знак направления движения, они ездят повстречной. Естественно, я лечу там, не знаю, 40, я могу в них прорезаться, не заметить. Для Алексея, как и для Александра, велосипед – основное средство передвижения по городу. Велополоса в центре Ульяновска для молодого человека стала приятным бонусом. Это велополоса. В чем разница? Велополоса нарисуется по проезжей части, отделяется от нее только разметкой. А дорожка должна отделяться конструктивно. То есть это либо бордюр, либо ограждение, либо еще как-то. Но в основном вот эти вот способы используются. Просто надо понимать, что дорожки делают там, где есть для этого места, а велополосу можно использовать по остаточному принципу. Алексей Солидарин со своим товарищем встречного движения не хватает. В этой перспективе, по его мнению, об этом стоит задуматься, как и о том, чтобы организовать новую разметку во всех районах города. Поскольку центр весь уже застроен, невозможно сделать велодорожку, не отняв территорию у кого-то еще, или там у дороги, или у зеленых насаждений, или от проезжей части. Но то, что ее сделали, это безусловно хорошо. Надо с чего-то начинать. Кажется, нужно начать перестраивать свои привычки и водителям, паркующим свое авто в центре города. Теперь на всем участке дороги, где проходит белая полоса для велосипедистов, параллельная парковка. Проезжая часть стала шире, а вот количество парковочных мест сократилось. Что касается сокращения парковочных мест, да, оно действительно имеет место быть. Оно не радикальное, но это необходимость. Сейчас мы именно отрабатываем вопросы взаимодействия с автомобилистами, с велосипедистами, с самокальчиками, с автолюбителями. Полоса для велосипедистов – это лишь капля в море в модернизации инфраструктуры города, которые требуют системного подхода. Может быть, есть смысл также задуматься о платных парковках и велостоянках. Должно быть комфортно не только добираться, но и оставлять свой автомобиль или средства индивидуальной мобильности в безопасности.